МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! Ну все, как всегда. Пять разных игр в одном матче, пять вопросов в одной игре, 25 минут. Самой интересной, самой нужной и самой оперативной информации. Ну, все в пределах школьной программы или чуть-чуть шире ее. Это наша уникальная телевиктория для школьников, которая организует и поддерживает телерадио компания Гомель и Гомельский обл.исполком. Ну и, естественно, с нашей помощью, с вашей и с вашей, дорогие зрители. Эрудит пятерка, играем! Сегодня у нас уникальная игра. Я не поводюсь этого слова. Сегодня с нами играют ученики самого элитного учебного заведения Гомельской области. Гомельский государственный областной лицей. Вот они, справа и слева. Начнем мы по традиции с нашей блеф-игры, с нашей замечательной донетки. И я спрашиваю у Дмитрия Громыка, капитана десятиклассников. Дима, а кто у вас может сказать нет? Серьезно. Нет, у нас не говорит никто. Но хорошо говорит да, Олег. Хорошо, Олег, готовьтесь. Даша, кто у вас и да, и нет, и может быть? У нас хорошо говорит да и нет, Руслан. Руслан, прекрасно. Олег против Руслана, вперед! Верите ли вы, что Чебурашка одно время жил в телефонной будке? Прошу, Олег. Я думаю, нет. А я думаю, да. Жаль, видно, давно вы смотрели мультик и читали книжку про этого замечательного, столь любимого японцами героя. Ну и нашими заодно. Продолжаем. Верите ли вы, что Карлсон называл себя лучшим в мире рисовальщиком щенков? Петухов, прошу. Я считаю, нет. А что он рисовал, вы не помните лучше всех? Он куриц. Куриц, а точнее, куриц мужчин. Петухов. О, это правильный ответ, да. Хорошо, первые пять очков принес своей команде. Верите ли вы, что Ванька Добро и Слободки сменял пинжак с карманами на змею с карапею? Прошу. Я думаю, это неправда. Ну что ж вы, жалко мне маха пинжака с карманами. Ванька вьем, такой красивый, да. Поменял на змею с карапею, но она подарила ему золотое кольцо. Великолепный мультик, удивительный. Играем дальше. Верите ли вы, что Мэри Поппинс принес южный ветер? Фальстарт, у вас за этим очень строго следит, Олег. Наш электронный судья, у вас есть шанс? Я считаю, да. На самом деле, восточный ее принес. Сколько нового и интересного вы узнаете о сказочных героях из сегодняшней игры. И заканчиваем. Верите ли вы, что стены дворца хозяйки Медной горы были из хрусталя? Я думаю, это правда. Из хрусталя был мост инженерной работы в фильме «Волшебное кольцо». А хозяйка Медной горы у нее все было из малахита. Удивительная получилась игра. Одиннадцатиклассники ведут 5-0. Ну, а у нас игра дуэльная. Вперед играем! Итак, вспомним детство. Сказочная игра. Прослушаем темы боев игры дуэльной. Итак, начнем. Сказочные игры. Это первый бой. Сказочные коты. Ну, как же без котов-то. Второй бой. Сказочная школа. Да, сказочные герои тоже ходили в школу. Это третий бой. Сказочный интернет. Вот оно, дождались. Четвертый бой. И сказочная математика. Это бой пятый. У вас есть 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Так, вкусно. Так, вообще. Сказочные игры. Дмитрий Громыко. Кто у вас главный игрок? По-настоящему сказочный игрок. Это Саша. Саша, готовьтесь. Дарья, кто поиграть хочет у вас? В сказках разбирается у нас Руслан. Руслан. Ну, в сказках у нас все сказки. Итак, Александра против Руслана. Вперед! Руслан, это последний ваш бой в этой игре нашей, потому что больше двух раз правила запрещают становиться к стойке. Но я надеюсь, что вы еще хотя бы 5 очков принесете команде 11-классников. Играем. Сказочные игры. Именно он победил Горлума, играя с ним в загадки. Я считаю, что это был... Замечательный герой, сказочный. Ну, как же его звали-то? Пиноккио. Пиноккио победил Горлума. Хорошо. Саша, может, вы помните? Нет, к сожалению, не помню. Не помните. А помните, как в глубине гор Бильбо Бэггинс выиграл у Горлума золотое кольцо, кольцо всевластия? Вот с этого, собственно, и началась вся эпопея. О, они даже флагистерийных колец не помнят. Играем. Это любимая игра, может, так лучше, это любимая игра Гарри Поттера. Прошу? Я считаю, шахматы. Шахматы, понятно. Нет, в шахматы хорошо играл Руну Изли, если я не ошибаюсь. Саша, может, вы помните? Да, это квиддич. Это квиддич, браво! Сидишь на метле, уворачиваешься от бладжеров и ловишь с нитч. По-моему, я ничего не перепутал. Играем. В стране чудес Алиса играла в крокет с помощью фламинго. Фламинго и этих милых животных. Вместо мячиков. Фальстарт у вас, Саша. За этим очень строго следит электронный судья. У вас есть шанс, Руслан? Мячики такие, кругленькие. Что же такие у нас животные? Я считаю, это щитоносцы. Щитоносцы. Итак, в самом деле, это были обновенные ежики. Играем. Танечка и Ванечка, внимательно слушайте меня. Танечка и Ванечка, убежавшие в Африку, на ходу поиграли со слонами. А во что? В чехарду. В чехарду, конечно. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Играем. Крокодил Гена до знакомства с Чебурашкой играл в крестики-нолики. А с кем он играл? С самим собой. И это правильный ответ. Итак, игра равная. 10-10. Следующий бой, вперед. Итак, сказочные коты. Дим, кто у вас больше всех любит этих милых, полосатых, хвостатых зверей? Этих красивых, полосатых, пушистых зверюшек любит Олег. Хорошо, Олег. Кто любитель котов у Даши? Больше всего котиков в нашей команде люблю я. Ой, отлично. Итак, Олег против Даши. Мяу, вперед. Даша! Даша! Итак, сказочные коты. Этот кот считал, что паспорт вполне могут заменить усы, лапы и хвост. Прошу. Это кот Матроскин. Прекрасный ответ. Этого котенка во дворе ждали одни неприятности. Прошу. Котенок по имени Мяу. Мяу, понятно. Даша? Котенок по имени Гав. По имени Гав, конечно. Ну разве могли ждать неприятности котенка по имени Мяу? Никогда в жизни. Играем. Этот кот врал, рассказывая, что он ослеп из-за учебы. Мерзкий такой кот. Ученый? Кот ученый? Хорошо. Да, и днем, и ночью кот ученый ослеп и ходит все кругом. Олег, может вы вспомните? Нет, я не помню, к сожалению. Он говорил, Буратино, не учись. Я вот ослеп из-за учебы. Слепой кот Базилио из Золотого ключа. Ко я играю? В сказке «Братьев Гримм» кот играл на скрипке. А вот в мультике он играл на чем? Баю. Прошу. На гитаре. На гитаре, конечно же. Баю-баюшки, баю. Не ложись я на краю. Вас это не касается. Взбодрились. Смотрим. Играем. В белорусской сказке этот кот назвал своего хозяина не маркизом, а паном Глинским-Кепелинским. Возможно, это кот в сапогах. Ну, я бы не сказал, что это кот в сапогах. Это белорусский кот у ботах. И это правильный ответ. Олег, я поздравляю вас. 25-15. Десятиклассники решили своих более старших товарищей немножко щелкнуть по носу. Для ничего. Играем. Тема сказочная школа. Дима, кто пойдет в школу? В школу пойдет самая прилежная ученица Лиза. Лизонька, готовьтесь. Даша, у вас школьник. Больше всего у нас любит учиться Даниил. Ой, Лиза против Даниила. Вперед. Он умел считать до десяти. И всех спас, пересчитав. Не помните такого героя? Он умел считать до десяти. Козленок, который умел считать десяти. Чудный мультик. Играем дальше. Падая, падая, она вспомнила, что Лондон – это столица Парижа. А Париж – столица Рима. Да? Возможно, это Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Ну, не, падала, она летала. Хорошая версия. Кто у нас остался? Ну, девочка падала. О, Лондон – столица Парижа. Париж – столица Рима. Пеппи – длинный чулок. Пеппи – длинный чулок. Хорошо. На самом деле, это Алиса падала в дыру, спускаясь в страну чудес. Играем. В тридевятом царстве Вовка попал на слет по обмену премудростями. А участвовали в этом слете юные, имя нужно назвать девушек, премудростями по обмену, да? Юные Василисы. Юные Василисы, конечно. В королевстве кривых зеркал девочку Олю назначили притворным учителем по этому предмету. Сразу говорю, наука точная. Смелее, кто-нибудь живет? Хоть какой-нибудь предмет назовите школьный. Да. Это была арифметика. Арифметика или математика, да. Она сосчитала, сколько будет, если на ста площадях поставить сто зеркал. Играем. Старший помощник Лом, ну, капитан Врункель, если помните, изучая эту английскую букву, так громко кричал, повторяя ее, что соседи вызвали скорую помощь. Подумали, что ему плохо. Что же за английская такая буква страшная? Возможно, это была буква С. С? Он так С, 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 С. Не, вряд ли. С, 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 С. Ай. Буква Ай. А как она пишется? Вот так пишется. Правильно. Так она и пишется. А это буква Ай. Он на все лады повторял букву Ай. Ну, и соседи решили, что ему плохо. Вызвали скорую помощь. Итак, 30-25. Одиннадцатиклассники нагоняют. Поздравляю, вы практически достали своих соперников. Следующий бой. Итак, следующий бой. Сказочный интернет. Ну, естественно, в сказках интернета не было. Но по поисковому запросу, по нескольким поисковым запросам, вы должны будете определить сказочного персонажа. Дима, кто? Играть будет наш зависимый Егор. Зависимый Егор. Понятно. Даша, у вас есть так по-хорошему зависимые? Да, у нас тоже есть зависимый Константин. Егор против Константина. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, несколько поисковых запросов вам нужно назвать героя. Курсы стрельбы из лука. Изогновление ковров, выпечка хлеба, танцы на вечеринках. И последний запрос. Нужно ли сжигать платье жены? Не узнаете. Курсы стрельбы из лука. Потом шкурку сжег. И потом все. Да, да. Давайте я предположу, что это Алиса Страней Чудес. Ну, Алиса Страней Чудес не стреляла из лука. И стрела не попадала в болото. Прошу. Я считаю, что это Иван Царевич. Иван Царевич, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй запрос. Сразу говорю, персонаж женского рода. Как избежать замужества? Жизнь без солнца. Сколько калорий в 183 зернах пшеницы? Это динамочка. И это правильный ответ. Расписание поездов по станции Ленинград. Где у брюк рукава нетрадиционное использование кухонной посуды? Ну что? Да. Давайте это будет Чебурашка. Чебурашка. Чебурахнулся. Понятно? Ну, есть идеи? Где у брюк рукава? Я могу предположить, что это Пеппи Длинный Чулок? Пеппи Длинный Чулок. На самом деле, это рассеянный с улицы бассейны. Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Да, далеко-далеко ваше детство. Осталось продолжаем. Автомобили на газированной воде. Рифма к слову Пакля. Полет на Луну. Я считаю, что это не знайка. Вы правильно считаете, это не знайка. И заканчиваем. Опять женский род. Правило межпланетного футбола. Подружиться с умным и сообразительным. Существуют ли межзвездные пираты? Ну, это имя уже звучало, правда, немножко в другой аранжировке. Много вы знаете женских сказочных имен? Понятно. Это Алиса из тайны третьей планеты. Она подружилась с птицей Говорун, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью. Точно так же к умам и сообразительностью отличаются наши игроки. 40, 30, 10 классы. Впереди следующий бой. Сказочная математика. Будем складывать, отнимать, делить. И я даже не побоюсь этого слова умножать. Какие-то цифровые реалии, которые встречаются в сказках. Кто не побоится математики? Считать буду я. Понял. Даша? 10 по математике у нас получил Сергей. Хорошо. Итак, Дима против Сергея. Вперед! Вперед! Начнем. Количество щелчков, которое от балды получил жадный поп, минус число сестер жены царя Салтана. Думаем. Прошу. Предположу, что количество щелчков, то есть щелбанов, щелчков было приличным. Хорошо. Пять. Было пять. И три сестры, пять минус три, два. Хорошо. У соперника есть шанс наказать? Ну, я считаю, что щелчков было три. Хорошо. Так. А сестер? Не припоминаю, были ли сестры у жены, поэтому я смею предположить, что их было ноль. Итак, три минус ноль. Три. Три. Так, великолепно, Сергей. А я напоминаю вам сказку о царе Салтане. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, то есть три щелчка по пу, минус две сестры у будущей жены царя Салтана, получается один. Играем дальше. Количество гостей, пришедших в кошкин дом, умножить на количество животных музыкантов, которые шли в бремен. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Загибаем пальцы. А это вам не интеграл и щелкать, тут думать надо. Прошу, Сергей. Так, я предположу, что количество гостей у кошки было шесть. Так. И бременских музыкантов, если я правильно помню, также было шесть. Так. И шесть у шесть, тридцать шесть. Великолепно, у соперника есть шанс. Дима. Если рассуждать, и все-таки количество гостей было шесть. Так. А посчитать музыкантов надо в уме. Да. Особенно если это кот, пес, петух и осел. И больше никого не было. А вот, а собственно кошки пришли, давайте сказку сочиним. Начнет козел, петух за ним, потом коза, потом свинья, а после курица и я. Это пять гостей, четыре бременских музыканта, получается двадцать. Играем. Число богатырей, которые приютили мертвую царевну, еще не мертвую, даже живую, прибавить количество голов у Смея Горыныча. Прошу. Было тридцать три богатыря. Приютили мертвую царевну, понятно. Дальше. Уже интересно. А вот количество голов у Смея Горыныча? Вроде бы три. Так, и сколько получается в сумме? Тридцать три плюс три, тридцать шесть. Тридцать шесть, понятно. Итак, прошу вас. Сказка о мертвой царевне и тридцать трех богатырях. Я бы сказал, что сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Так. И Змей Горыныч, правда, имел три головы. Итак, семь плюс три, десять. Число братьев-месяцев разделить на количество животных, помогавших тащить репку. Братьев-месяцев сколько у нас в году? Братьев-месяцев у нас было двенадцать. Сейчас. Он знал. Итак, давайте же пересчитаем животных, помогавших тащить. Так. Жучка, кошка и, конечно же, мышка. Итак, двенадцать на три. Это четыре. Потрясающе! Играем. Количество желаний капризной старухи из сказки про золотую рыбку умножить на количество членов экипажа яхты Беда. Будем рассуждать. Хорошо. Желаний было пять. Так, уже хорошо. Вторая часть вопроса. Количество членов экипажа яхты Беда. Капитан Врунгельтон точно был, уже один. Уже один. Так. И пусть он собрал себе какую-нибудь команду, какую-никакую. Их было человек семь. Семь. Понятно. У соперника есть шанс. Сережа, давайте. Допустим, желаний у нас было... Он был прав, в общем-то. Действительно, пять. Пять, да, конечно. Корыто, потом дом, вернее, изба, потом дворянка. Возьмем, что... Ну, он собрал себе повара, помощника, сам капитан. Ну, и еще возьмем двоих. Оп, а зачем? А пусть полы моют. Действительно. Полы моют, хорошо. То есть пять умножаем на сколько? Так. Пять умножаем на пять. И получается? Двадцать пять. На самом деле было всего три человека на яхте Беда. Сам капитан Врунгель, старший помощник Лом и матрос по имени Фукс. С вашими рассуждениями вы вошли в анналы нашей телевизионной игры. Вас уже невозможно забыть. Играем в следующий бой. К тест-игре, к нашему скоростному централизованному тестированию мы подошли с равным счетом. Сорок-сорок. Десятиклассники сравнялись с одиннадцатиклассниками. Тест-игра у нас «Сказочный зоопарк». Игра с вариантами. Дима, кто у вас практически левой задней ногой спокойно решает все тесты с примерно 80% результатом? У меня получается это делать вполне успешно. Хорошо, Дима. Великолепно. Это ваш второй и последний выход. Даша, кого отправляете в зоопарк вы? Беги, будут смотреть. Мы отправим Константина. Итак, Дима против Кости. Вперед! Спасибо. В сказке про волшебника из «Думрудного города» летучие обезьяны должны были исполнять желания хозяина. А. Серебряных башмачков. Б. Золотой шапки. И С. Золотой рыбки. Прошу. Ответ А. Серебряных башмачков. Серебряных башмачков. Увы, увы, увы. Дима, у вас есть шанс. Ответ Б. Золотых шапок. Ну, там одна была золотая шапка, но я не буду придираться. Да, это правильный ответ. На подборе вы заработали пять очков, десять очков упустил наш Константин. Играем. Я считаю, что у него была одна голова. Ну, у мышиного короля одна голова маловато будет. Прошу, Костя. У него было три головы. Три головы. Я сам удивился, когда узнал. В мультике у него было три головы. Ну, а в сказке Гоффмана в оригинале семь голов. Вот такой он страшный мышиный король. Играем. Ну, вы знаете уже про гостей кошки в кошкином доме. Так вот, козел в кошкином доме ел. А. Кактус. Б. Фикус. Ц. Керань. Прошу. Я думаю, он ел фикус. Фикус. Понятно. Костя. Я думаю, что он ел герань. Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань. Да. Прекрасно. Конька-горбунка, я надеюсь, помните. Так вот, у конька-горбунка длиной около 70 сантиметров были. А. Горбы. Б. Ноги. И С. Уши. Прошу. У него были 70 сантиметров ноги. Ноги. Как блондинка. Модель-горбунок. Прошу. 70 сантиметровыми. Вот за это уже аплодисменты выжил. АПЛОДИСМЕНТЫ. Были горбунки. На самом деле, у него были оршины около 70 сантиметров. Потому что слово 70 сантиметровые я с трудом произношу. Итак, были у него такие уши. И пятый вопрос. Про старого тигра и тигренка Петрика. Была такая сказка. Так вот, старый тигр отобрал у трусливого тигренка Петрика А. Усы. Б. Хвост. И С. Полоски. Прошу. Я считаю, что он отобрал полоски. И это правильный ответ. 55-45. Дмитрий Громыко, как капитан, выводит свою команду. Вперед. Вперед. Итак, кто богатырь такой страшный, который не забоится ни Змея Горыныча, ни Царевны Лягушку? Обладает настоящей силой Александра. Александра. Великолепно. Даша? Богатырка есть у вас? У нас отправлюсь я. А, хорошо. Итак, Саша против Даши. Вперед. Ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей команды, смотрим на картинку и слушаем, что я спрашиваю. Итак, в городке Светлогорске, это не наш Светлогорск, это российский Светлогорск, в Калининградской области, есть вот такая вот царевна. Саша, можете ее назвать? Героиню. А я смею предположить, что это царевна-лягушка. Царевна-лягушка. Прекрасно. Даша, следующий. Я могу предположить, что это Дюймовочка. Правильно предполагаете, Дюймовочка. Дальше будет сложнее. Александра, играем с вами. Ну, понятно, что это русалочка, ну понятно. А вот теперь усложняю задачу. В каком европейском городе стоит эта замечательная скульптура? Эта замечательная скульптура стоит в столице Дании, а именно город Копенгаген. Копенгаген, да. Саша, вот с такой уверенностью чувствуется, что были где-то рядышком. Нет. Нет. Побывайте, я уверен. Умная, симпатичная, целеустремленная. Играем с вами, Даша. Питер Пен. Питер Пен, да. Великолепно. Мальчик, который никогда не повзрослеет. Александра, играем с вами. Пока ни одной ошибки. Ну, понятно, кто это? Назвать город. Город Бремен. Бремен? Кот, пойдем со мной в вольный город Бремен, да. Бременские музыканты. Даша, играем с вами. Барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен, да. На ядре прошибает все. Великолепно. Саша с вами играет. Что за город? Вот играет мужик на дудочке, за ним бегут вот эти вот обаятельные животные. Не знаете, Саша? Хорошо? Даша, может, вы знаете? 10 очков на подборе, это дорого. Гамель. Гамель. Хамель, Гамель. Да, это город Гамель. Гамельский крысолов. Заиграл на дудочке и увел всех грызунов. Но когда городские власти нарушили условия контракта, он заиграл на дудочке и увел всех детей. Вот такая грустная, чисто европейская история. Даша, продолжаем с вами. Емеля. Емеля на печи, конечно же. Саша, я верю в вас. Вперед. Дмитрий Горыныч, да? А вот он стоит, этот монумент, на горе. На какой же горе он стоит? Нет идей. Нет идей. Даша, он на горе. У горы есть четкое название. Куда? Это Кудыкина гора. Вот такое сложное. Теперь вы это знаете. На Кудыкиной горе он стоит. И последний, 10-й. Слайд. Вот в Питере есть памятник. Вот такой вот оригинальной скульптуры. Тут нужно просто подумать. Капитан Врунгель. Капитан Врунгель. Саша, вот смотрите. Стоит на огромной руке. И сам на огромной руке, на своей руке держит еще маленького человечка. Что же за такой литературный герой-то? Я думаю, что это Гулливер. Потому что он был и в стране великанов, и в стране релипутов. Великолепный ответ. 10 очков на подборе. 110 у Александры, у десятиклассников. 115 у капитана наших 11. 10-й классов у Даши Цибулькиной. Вперед, следующий бой. Риск-игра. Единственная в нашей уникальной телевикторине игра со штрафом. Плюс 20, если правильно ответил. Минус 20, если неправильно. Ну и ноль, если молчишь, как золотая рыбка. Итак, Дима, нужен самый сильный, самый умный, самый уверенный в себе игрок, который ходил только на один бой. Рисковать будет Егор. Егор? Прекрасно. Дарья, нужен супер монстр. Змей Горыныч. Алеша Попович и Гулливер в одном лице. Таким у нас является Сергей. Да, и он еще рассуждать умеет, как вот ученый. Прекрасно. Итак, Егор против Сергея. Вперед! Король из фильма жаловался Золушке, что этот сказочный герой играет в прятки на деньги. Я могу предположить, что это человек-невидимка. Человек-невидимка. Увы, сказочный король в Золушке не знал и не читал Уэлса. По-моему, он вообще был ни разу неграмотный. Сережа, у вас есть шанс, но вы можете не нажимать. Минус 20 очков уже влетел человек. Жалуй, я откажусь. Король в Золушке жаловался, что кот в сапогах снимет сапоги и спит на печке, а вот мальчик-спальчик играет в прятки на деньги. Вот такой он нехороший. Коты. В Воронеже, после культового мультфильма, котенку установили памятник на этой улице. Понятно. Великолепный мультик «Котенок с улицы Лизюкова». Братья Лизюковы, гомельчане, а вот генерал Лизюков защищал Воронеж и там погиб. Старик Катабыч хотел помочь Вольке Костылькову сдать экзамен по этому школьному предмету. Понятно. Ну, хотя бы какой-то предмет. Ну, математика уже была. Понятно. Никто не хочет рисковать. Он пытался помочь ему сдать экзамен по географии. Ну, и рассказывал географическое представление своего времени. Курс выживания в джунглях. Законы животного мира. Правила безопасного обращения с огнем. Что же за герой такой, который в джунглях выжил, стал свободным волком свободного племени и главного своего врага лупил по башке факелом? Прошу. Смею предположить, что это был Маугли. Это был Маугли, да. И последний вопрос. Счет, который уже ничего не решает. Математика. Сказочная. Егор, блесните, рассуждайте, как серки. Математика. Длину удава в мартышках умножить на длину удава в слонятах. Я считаю, что не следует считать длину удава в мартышках, потому что длину удава в слонятах никто не считал. Ха, вы считали и считали. Назовите число. Вдруг попадете. Оно небольшое. Один. Вот чего-то в этом числе не хватает. Егор, терять вам уже нечего? Я могу предположить, что если в этом числе чего-то не хватает, то это десять. Да. Два слоненка. Пять мартышек. Тридцать восемь попугаев. Дважды пять. Десять. Двадцать очков. Последним усилием вырывает Егор. И мы вернулись к тому же счету. Сто десять. Сто пятнадцать. Всего на пять очков оказались одиннадцатиклассники умнее, сообразительнее, быстрее. Ну и главное, обаятельнее, чем десятый класс. Десятый класс. Областной лицей. У вас еще все абсолютно впереди. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Что? Так, зачершено. К Что? Анд画ом! Д velocidad別. Relationsложно вырушили. Уд 2022 какой-то классOLieni. А вы могли думать это, она да? Хорошо. Одно. Так! Посложения Cockпа... Субтитры создавал DimaTorzok